МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПОДДИ на телеканале ЛОД. В студии Светлана Попова. Сегодня в выпуске. Жильцы разрушенного дома номер 17 в Лисичанске наконец-то получат денежные компенсации. Шахты Лисичанска за качество угля, а не объемы его добычи. А теперь подробнее. Повышение тарифов на газ в Украине избежать не удастся. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По мнению премьер-министра, приведение тарифов на газ к экономически обоснованному уровню позволит побороть масштабную коррупцию в этой сфере. Цитата. Низкие или экономически необоснованные тарифы – это поле для жесткой коррупции. Это десятки, сотни миллиардов, которые заработали разные люди на этих делах. Когда газ для одной категории стоит 3 тысячи, а для другой – 7, то я вас хочу заверить, что списывают по 3 тысячи для населения, а продают нелегально по 7. Зарабатывают колоссальные миллиарды. Премьер-министр подчеркнул, что правительство работает над поиском решения, которое позволит минимизировать негативное влияние повышения тарифов для граждан. Два года жильцы разрушенного дома номер 17, что на квартале Восточный, города Лисичанск, ищут помощь у государства. В июле 2014 года во время артобстрела два подъезда этого дома были полностью разрушены, а большинство жильцов оказались на улице. Только сейчас областная военно-гражданская администрация нашла возможность компенсировать им утрату жилья. Подробности в нашем сюжете. Татьяна Попова сегодня возвратилась в свою разрушенную квартиру в доме номер 17. После обстрела из града в июле 2014 года в ней проживать стало невозможно. А вот соседка Татьяны Нина Катукова и после обстрела продолжала жить в своей квартире. Трагический для всех день она помнит, как сейчас. Вспоминает, как во время атаки вытащила парализованного мужа из квартиры. Говорит, выходи, меня оставь. Я выбежала сюда в коридор, стояла, а потом попала вот в эту квартиру. Вы видели ее? Вот с улицы, с торца. Вот. Попал снаряд сюда и загорелся. После прямого попадания снарядов в их дом еще несколько недель Нина с мужем прятались в подвале. Он, к сожалению, не смог пережить трагедию. И Нина осталась одна в их квартире. Без газа и тепла. Зимой, говорит, здесь жить особенно тяжело. Те квартиры я закрываю. И под дверь еще коврик, что-то такое. Там у меня 0 градусов было, а здесь 12 градусов. Нормально. Без крова остались жители 108 квартир дома номер 17. Жили кто у родственников, кто в общежитии. А некоторые уехали из города навсегда. Около двух лет люди требуют компенсации государства за потерянное жилье. И только сейчас областная власть и лично губернатор Георгий Тука нашли возможность выделить 29 миллионов для решения их проблемы. Кабмин деньги не выделит. Они начали искать другие пути. Областной совет, а в нашем случае военно-гражданская администрация, имеет право со своего бюджета, если в них есть деньги, выплачивать населению компенсацию за утерянное жилье. Они вот так и поступили. Молодцы. Деньги с прошлой пятницы на счетах жилком управления Лисичанского горсовета. Сегодня, несмотря на дождь, местная власть встречается с жильцами дома номер 17 прямо на улице. Прецедента в стране по выделению таких средств на эти виды нет. Вы единственный дом, который получит денежную компенсацию по подобному случаю. Общаются с людьми долго. Вопросов по поводу получения компенсации скопилось много. После процедуры снятия с регистрации и открытия счета в банке обещают выдать всем по 5100 гривен за квадратный метр. Я должна выписаться, дать согласие, что я выписала. Только после этого дадут компенсацию. Сразу нет. Я выписалась. Куда я должна прописаться? Вы с этой денежной компенсации имеете право приобрести жилье в любом регионе Украины. О сроках выплаты компенсации власть пока не говорит. Проблем с документами очень много. Права собственника есть у одного, права собственника у другой. Есть детки, есть квартиры, которые не вступили еще в наследство. Потому что человек за время того, что один умер, один еще что-то. Есть квартиры, которые находятся под арестом. Есть квартиры, которые жители выехали за границу. Очень много вопросов. Но каждому вопросу будет отдельный подход. Размеры компенсации устраивают не всех жильцов. Ведь многие в результате боевых действий потеряли не только квартиру, но и все нажитое в ней. Но квартиру реально купить можно. Но ведь смотря какая, ее надо еще отремонтировать. Если все равно идеальную квартиру мы не купим. Такая, как у нас была. Еще ведь нужно вещи купить. На чем-то спать. Что-то смотреть. Телевизор хотя бы. Мы же не первобытные люди. Проблема в том, как, оказывается, выпишись, потом выйди из реестра, потом, в общем, это все очень хочется верить, что нас не обманут в очередной раз. После выплаты компенсаций жильцам за утраченное жилье оставшуюся сумму городские власти планируют потратить на демонтаж разрушенного дома. По оценке экспертов, это здание аварийное и восстановлению не подлежит. Качество угля, а не объемы его добычи. Такое направление работы выбрало новое руководство ПАО «Лесичанскуголь». Благодаря такому подходу увеличился выпуск товарной продукции. А дополнительно вырученные средства пошли на погашение заработной платы горнякам. Подробнее в сюжете. Сегодня на шахтах «Лесичанскугля» идет борьба за качество добываемой продукции. Организовывается выработка породы на перегрузочных пунктах. Производится сортировка добытых углей. Тем самым уменьшается их зольность, что способствует росту цены на уголь. Самой минимальной зольности среди шахт «Лесичанскугля» достигли шахта «Новодружеская» и шахта имени Капустина. Здесь зольность углей составила 24,25%. Это позволяет напрямую отгружать уголь на электростанции без предварительного обогащения. На самой крупной шахте объединения шахты имени Мельникова зольность удалось снизить до 53%, что дало свой положительный эффект. В результате чего в апреле месяце стоимость угля при данной зольности увеличится на 107 гривен на тонну и даст заработать 2 миллиона 800 тысяч гривен дополнительных средств. Только за апрель месяц. Все основные средства, полученные с реализации продукции, руководство объединения направляет на погашение задолженности и выплате текущей заработной платы горнякам. Еще полтора месяца назад долг по зарплате составлял более 70 миллионов гривен. На сегодняшний день 28 миллионов гривен. Добытую полностью угольную продукцию отправили на обогащение, отправили на электростанции. Подняли со складов тот уголь, который был складирован на складах, подняли, обогатели, отправили на электростанции. Мы за вот этих полтора месяца дополнительно привлекли денежные средства. За счет чего? Опять-таки не привлекли, а заработали. За счет того, что мы получили больше товарной продукции, отправили на энергетику, на электростанции и взяли кредиты в виде предоплаты за будущий поставленный уголь, выплатили заработную плату. По словам Бориса Перепелицы, в планах полное погашение долга по зарплате перед горняками в течение трех-четырех месяцев. Такой подход руководителя к проблемам шахтеров нашел горячий отклик в трудовом коллективе и помог снять социальную напряженность на угольных предприятиях. Мы, как представители профсоюзов и территориальной организации профсоюза, будем говорить, находим общее понимание, язык и в этом плане глубоко поддерживаем начинание генерального директора Бориса Александровича Перепелицы. По словам Владимира Иванишина, работники уверены, что действия нового руководителя направлены на развитие производства, сохранение предприятий и рабочих мест. Также, несмотря на то, что объединение, по мнению угольщиков, продолжает находиться в тяжелом состоянии, шахтеры не сдаются и планируют в нынешнем году подготовку и пуск новых лав. Светлана Попова, Иван Полупанов, Роман Царевский, ПОДИИ. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске. В Луганской псевдореспублике строят очередной памятник боевику. Белокуракенские МЧСники готовятся к пожароопасному периоду. В оккупированном Луганске детям подарили бюсты с российскими героями в коробках с алкогольного напитка. В незаконный ДНР ждут пополнения. Приедут две бригады российских войск. В Луганской псевдореспублике строят очередной памятник боевику. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Бюсты чужих героев в упаковках алкогольного напитка. В Луганском недогосударстве продолжают демонстрировать все грани русской духовности. Теперь в оккупированном Луганске детям дарят мини-бюсты чьих-то героев в коньячных коробках. Об этом пишет обозреватель. Так, в Луганске 20 апреля состоялось торжественное вручение ученикам школы номер 5 фигурок великих российских людей. Фотографии разместил один из сепаратистских сайтов. Перед детьми традиционно выступили пропутинские байкеры «Ночные волки». На школьников надели все возможные пилотки и шапки. Видимо, для общей картины. Также привезли в Луганск гигантскую копию знамени Победы. Местные жители говорят, что бюсты и знамя им не помогут. У людей нет денег на элементарное еду и лекарства. Бюсты в коробках из-под коньяка эту ситуацию никак не исправят. Боевики продолжают устраивать праздники и шествия, дарить ненужные флажки и памятники. А люди в это время продолжают голодать. Пополнение в рядах боевиков. Террористы незаконной ДНР ждут прибытия двух бригад российских войск. Так, в Волновахский район должны прибыть два мотострелковых батальона российской армии. Новость передает «Луганский радар», сообщает координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. Так, в район населенного пункта Любовка Волновахского района прибытие дополнительной живой силы оккупанты ожидают 25 апреля. Также боевикам перекинут и новую технику, но этот этап будет проходить отдельно и в ночное время. Пополнение ожидают и террористы Луганской псевдореспублики, потому что на этой неделе их стало на 19 человек меньше. Так, в Стаханове 19 апреля выразили недоверие командиру боевику батальона 6-го отдельного мотострелкового полка 19 российских военных. Дезертирство по-прежнему имеет массовый характер в рядах террористов, и новое пушечное мясо у них не задерживается. В оккупированном Луганске строят очередной памятник. Так, вблизи библиотеки имени Горького оккупанты строят памятник недогерою так называемой «Новороссии». Об этом пишет депо «Донбасс» со ссылкой на сообщения местных жителей соцсети. Планируют открыть свою сепаратистскую скульптурную композицию к 9 мая. Она должна состоять из боевика и женщины с ребенком, которые будут стоять за его спиной. Луганчане говорят, что скульптуры должны были быть из бронзы, но денег чиновники-самозванцы пожалели и решили, что пустотелую болванку из цемента обобьют металлическими листами. Местные жители говорят, что скульпторы сделали большую ошибку в композиции, потому что женщину с ребенком нужно ставить не за, а перед солдатом с оружием. Именно это отражает настоящую сущность оккупантов, которые разрушили украинские территории. Накануне майских праздников и наступления пожароопасного периода с целью предотвращения возникновения пожаров в лесных массивах Белокуракенского района сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями лесхозы была проведена рейдовая проверка. Так, во время инспектирования лесхоза работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обращалось внимание на укомплектованность и техническое состояние средств пожаротушения, а также наличие и исправность необходимой техники. Значит, в этом году, в 2016 году Белокуракенский лесхоз в принципе уже к пожароопасному периоду подготовился. Отремонтированы ранцы, хлопушки, лопаты, проверена пожарная машина. Сотрудниками лесхоза совместно со службой по чрезвычайным ситуациям осуществлен выезд в лесные угодья для проверки наличия шлагбаумов и состояния минерализованных полос. В лесовом массиве переверены на наявность минерализованных смуг, которые мы с вами на данный момент можем увидеть, переверено обновление их и состояние, в котором они находятся. На данный момент по Луганске области введены пожароопасный период, существует заборона на территорию лесных массивов и разведение багажа. Понятно? Очень понятно. Так что, принимайте это внимание. Так как пожароопасный период уже наступил, сотрудниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям постоянно проводятся рейды по местам отдыха людей. С целью выявления нарушителей и проведения разъяснительной работы о запрете разведения костров в лесных массивах и посадках. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Падии. Северодонецкий художник Валентин Галимов представил выставку своих работ под названием «Живое время». Больше 30 лет автор рисует маслом по холсту. Очередная выставка представляет собой как одиночные работы, так и инсталляции. Подробнее расскажет Анастасия Волкова. В Северодонецкой галерее искусств новая экспозиция. Выставка картин Валентина Галимова «Живое время». На стенах размещено 15 композиций. Среди них как одиночные работы, так и триптих. Изюминка выставки – необычные инсталляции. Здесь и стрелка, показывающая смену месяцев, и смену дней, и знаки зодиака. Ну, в общем, все виды времени как бы соединены в одном изображении. Здесь слева и справа вы видите песочные часы, которые дают нам возможность физически ощутить течение времени. И дальше, если мы посмотрим вниз, здесь на полу, вы видите циферблат, который показывает плавное перетекание часов в годы. Некоторые картины автор рисовал 3-4 года. Теперь понимает, что он в своем стремлении изобразить время не один. Это то, чем занимается сейчас, в принципе, вся Украина. Это как бы шагнуть немножко дальше, как это, и ближе к Европе, и, может быть, к миру. После Северодонецка Валентин мечтает показать свою выставку в Киеве и во Львове. Анастасия Волкова, Николай Розниченко, ОДИИ. В Северодонецке начинает свои заступления цирк на колесах Кобзов. Он пробует в городе 4 дня. За это время артисты надеются удивить северодончан и гостей города необычной шоу-программой, а также выставками, которые будут работать на территории цирка. Сегодня в Северодонецке дает свое первое представление самый большой цирк Украины – Кобзов. 12 фур. Им настолько машине необходимо, что и привезти сценическое оборудование, костюмы и остальное необходимое для шоу-инвентарь. Татьяна Кобзов – дочка Николая Кобзова, основателя цирка. С детства девушка росла в семи артистов. Сейчас Татьяна – профессиональная дрессировщица. Пошла по стопам родителей волею судеб. У нас когда-то был дрессировщик из Италии, приехал. У него там 7 или 8 хищников. И как-то он меня раз пригласил, мне было тогда лет 19, пригласил меня зайти в клетку. Мне настолько сильно это все понравилось, что в итоге я подготовилась к фестивалю, отработала с хищниками на фестивале, получила грамоту самый молодой дрессировщик хищных животных. И вот до сих пор как-то он уже уехал, и мне все еще это нравится. Я пытаюсь как-то уже самостоятельно это все сделать. Цирк Кобзов внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Как самый большой цирк Шапито, Татьяна говорит, им есть чем удивить северданчан. У нас шоу-программа. Мы людям, то есть люди полностью погружаются в какой-то другой красивый мир. И при этом все мы разбавляем какими-то цирковыми номерами. У нас есть два иллюзионных аттракциона. Иллюзионные аттракционы, это вообще аттракционы, это длинный номер. То есть номер, допустим, от 7 минут и до 20 минут. Помимо цирковой программы на территории Кобзова работает комната смеха, террариум, выставка трансформеров, динозавров и зоопарк. После гастролей в Севердонецке артисты хотят дать представление в Лисичанске, а затем в Славянске. Анастасия Волкова, Роман Царевский, ОДИИ. И о погоде на 22 апреля. В Луганской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла. Днем плюс 10-15. В Северодонецке температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем 13-15 градусов тепла. В Луганске температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем 13-15 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова